Здравствуйте, дорогие подписчики, уважаемые зрители! Сегодня 24 мая 2024 года. Это улица Новикова. Если прям по ней пойти, можно выйти в оврах, который между Дворянкой и Парком Победы. Это улица Тургенева, в этом доме был магазин Дружба. Это 24-я школа, торговый центр Тургеневский. Торговый центр Водолей. Вот такое местечко. И сейчас мы прогуляемся на торговый центр Тургеневский. В общем, хочу прогуляться на берег возле Дворянского гнезда. Посмотреть, как там обстоят дела с ремонтом. Погода прохладная. Градусов 18, по-моему. Ветерок, но солнечное. Пух летает тополиной. Там впереди площадь Жукова. Но мы туда не пойдем. Мы сейчас через гаражи свернем направо. Парикмахерская Елена. Я тут еще ребенком стрихся. Школьником. Там улица Лескова. Немножко скажу по выкладке видео. Вот, например, 20-го я катался на велосипеде по прудам и снял 16-17 роликов. Ну, один за одним выкладывать мне кажется не стоило их. Нужно их чуточку разбавлять другими роликами, чтобы было поинтереснее. В результате получается, что ролик, например, силикатного пруда я поставил на публикацию на 28-й, по-моему. мая. А те, что после него снял и вплоть до 12-го июня. Чтобы там каждый день выходил по ролику из той поездки от 20-го мая. и параллельно с этими роликами будут выходить ролики и вот вот этот и другие, которые я сниму в будущем. Ну, знаете, все равно в будущем все эти ролики они как бы будут лежать в прошлом уже. и какая разница очередность какая. То есть все они один за одним или чередовать, например, один ролик там про природу, другой там музыка, третий там ролик и не знаю, что-нибудь еще. Готовка еды. и мне кажется так поинтереснее. Когда несколько разнообразная тема получается. А то один за одним за одним один ролик за одним выкладывать из поездки получится, что как будто меня интересуют только поездки эти на велосипеде. Не так интересно это. Хорошо, когда идет ассорти. А тем людям, которых вот интересуют, вот мне написал уважаемый подписчик, амбассадор Силикатный пруд когда выйдет. Вот кого интересует конкретно вот именно эта поездка вот в Одноклассниках и ВКонтакте я выкладываю их сразу все. То есть съездил, там нет отложенной публикации, по крайней мере в Одноклассниках. И там я съездил, снял ролики, выложил, выкладываю на YouTube например Силикатный пруд на 28 мая. А выкладывал я 21 мая 20 поездки было. И 21 же мая появился ролик про Силикатный пруд на моей стене в Одноклассниках и ВКонтакте. То есть получается знаете как вот интересно. То есть любой человек может в принципе подстроиться. Нужно вам посмотреть чисто всю эту поездку. Пожалуйста. Что самое интересное последний ролик который я выкладывал обобщающий. То есть я взял все ролики 16 из поездки от 20 числа и выложил один и выложил и значит ты склеил их и получилась фильм такой на полтора часа. И в принципе можно посмотреть всю поездку целиком. в ютубе она выйдет эта поездка 12 июня а в Одноклассниках ВКонтакте она уже лежит. Это полутора часовой фильм про эту поездку. Он уже лежит. Поэтому можно посмотреть не только силикатный пруд но и все остальные пруды которые я снял 20 числа и полностью вот все посмотреть их полтора часа получается фильм. И это лежит и в Одноклассниках и ВКонтакте уже. А там где возможно публикация отложенная типа в Ютубе в Рутубе в Яндекс.Зене эти ролики будут выходить вплоть до 12 июня. Ну я думаю вы поняли о чем я говорю. Вот хорошо что у меня на разных ресурсах ролики. Кто хочет посмотреть сразу целиком пожалуйста на мою страницу Добро пожаловать ВКонтакте в Одноклассниках там посмотрите сразу все что я снял 20 числа и позднее вплоть до сегодняшнего дня. Вот сейчас я сниму этот ролик и тоже выложу вот приду к вечерам наверное когда интернет получше будет выложу но я тут он одиночный получится ролик ремонт дворянского гнезда поэтому я выложу сразу везде и в Ютубе тоже понимаете получается в Ютубе в Рутубе в Дзене у меня получается винегрет из роликов а в Одноклассниках ВКонтакте идет хронологическое повествование в хронологическом так сказать режиме то есть снял ролик выложил снял выложил снял выложил безотлагательно то есть двойным таким способом я их выкладываю эти ролики как в хронологическом режиме так и в режиме винегрета так сказать все вместе в общем вот эта тропинка которая выводит нас через гаражи на улице Тургенева туда пойти парк Победы а тут я иду по берегу оврага такой берег оврага между дворянкой и парком Победы еще немножко расскажу почему я рублю то есть снимаю отдельно ролики а вот с целиком фильмом не снимаю большим сразу почему бы да не склеить его и не выложить все вот эти вот 16 роликов с прудами там с памятник металлургов я там постучал по броне толщиной его измерил там всякие лепешкинское кладбище снимал ну много чего почему бы казалось бы их не взять не слить в один ролик и отдельно фильмом не выложить а я считаю а я считаю что нужно уделять внимание каждому объекту и поскольку вот если бы можно было например делать название ролика в тысячу знаков то можно было бы снимать а не 10 а не 100 вот ролик можно делать в ютубе 100 знаков вот если бы можно было делать название ролика тысяча знаков то можно было 10 роликов склеить каждому ролику уделить 100 знаков которые объединяются естественно в поисковые слова такие как памятник металлургам площадочка там не знаю лепешкинское кладбище вот это недострой по пончука 83а вот это уже парк победы но я там не буду ходить вот то есть вот у меня ролик как называется например храм матроны улица металлургов улица ул раздольная что там еще город орел северный район то есть человек ведет например храм матроны бац и ролик пожалуйста мой поисковые машины выдадут а если просто просто выложить написать там поездка по прудам ну и что и поисковые машины не смогут выдать не смогут выдать ролик про матрону например а в этом ролике матрона в смысле храм матроны московской на улице металлургов на перекрестке с этой с раздольной а надо чтобы поисковые машины выдавали конкретно вот объекты храмы там или кладбище там или пруд такой-то пруд сякой-то поэтому я приходится рубить их но при всем при этом понимая что интересно посмотреть всю поездку целиком я их потом склеиваю эти ролики и вот такой склеенный ролик с велопоездки от 20 мая уже лежит у меня на странице в одноклассниках и вконтакте его там можно посмотреть а вот в дзен в рутубе в ютубе будет он опубликован только 12 июня ну вот такая специфика это все сложно но знаете все устроено сложно абсолютно все устроено сложно все что устроено как-то продумано оно устроено сложно да так это веранда для брачующихся а за ней стоит ротонда мы ее пока не видим стены оврага укреплены георешеткой это такая ячеистая такая пластиковая сетка заполненная землей которая которой усланы все вот эти вот стены оврага для того чтобы земля не ползла вниз по дну оврага уложен ливневая я думаю канализация ну не полностью еще по-моему закончена вот видите как-то там так то есть чтобы водосток шел по желобу из бетонных вот этих вот параллепипедиков в разрезе как буква п желобы такие бетонные раньше шла канализация оттаяни снегов после ливней самотоком и утекала в орлик а сейчас это видите будет течь по желобу что в принципе наверное правильно в общем думаю что долго еще будет происходить благоустройство дворянского гнезда вот сегодня например пятница я не вижу кто-то тут что-то делал вот краешек больницы детской больницы имени круглый ну в принципе это что ну я вот хожу гуляю мне захотелось на дворянку я вышел на дворянку по мне вообще чтобы время все остановилось и орел бы застыл в вечности в первозданном виде чтобы ничего не менялось в скобках не ухудшалось все было как при детстве при моем но так не бывает к сожалению как поется время времени увы не остановишь идут старинные часы ну ладно поэтому ну по крайней мере можно никуда же не спешить вот как хорошо так прогуляться я тут на санках детстве катался гуляли бегали по врагу поэтому помню прекрасные промытые камешки заросли всякие сейчас все выкашено все вычищено может когда даже и плитку тут положит а может и какие даже ларьки будут стоять или магазинчики кто знает вон тот дом вверху оврага это тургенио 23 он находится напротив торгового центра водолей да тургенио 23 дом вот что сказать мне в принципе тема вот это благоустройство нравится дворянки за одним минусом мне бы хотелось здесь пляж как в детстве тут детстве был пляж да но и не в детстве я 21 в июле 2021 года я купался здесь да мне не понравилось особо купаться потому что тут ключи то теплый поток то холодный но тем не менее для разнообразия почему бы нет все таки есть там рабочие но их там немного это парк победа там что тут начинается насколько помню здесь место достаточно грязноватенькая это раньше было может из-за вот этого водотока по дну оврага сомнительно конечно сама идея купания в этом месте потому что детстве не было этого зареченского там микрорайона алроса не было вернее микрорайон был но там меньше было сброса канализации а сейчас и этот как его алроса район большой то есть чистота орлика теперь представляется мне например сомнительной ну не обязательно же воду там глотать допустим можно просто на сапсерфах поплавать допустим ну не знаю как тут все это будет обстоять сейчас как-то так это я выбираю эту обложку на ролик ну вот собственно река орлик течет справа налево к своему слиянию сокой здрасте здрасте где-то тут были порожки для спуска в воду вот они вот по ним я и спускался в 2021 году в июле хорошо там загорает кто-то здесь будут устроены какие-то домики смотрю не знаю что вроде как эстрада будет устроено может какие-нибудь ларьки посмотрим что тут будет устроено вот пока что вот лестница есть такая хорошая погода не жарко футболки в шортах ветерок такой это прям такие павильончики на торговый похоже работа насколько я понимаю еще дофига ну а когда его откроют говорят ко дню города ранее было анонсировано открытие к первому сентября но не получилось это сложный процесс ремонта такого огромного исторического и всеми любимого места я думаю пускай делают как следует а сколько это времени займет нам богу известно вот кстати георешетка видите как она выглядит ячейки заполненные землей таким образом предотвращается сползание грунта грунта мне тут говорили что не все тут хорошо получается с ремонтом с беседкой с той же поэтому будь на том моя воля я бы очень долго тут все ремонтировал лишь бы только сделано было безопасно для людей и не важно какие сроки изначало планировались главное чтобы людям было безопасно вот на мой взгляд так куда спешить очень красивый орлик вырезали растительность и место в общем-то даже странновато и стало но приятно все равно смотреть на него тоже неплохой ракурс для обложки ну вода в общем не особо мутная но мутноватая пока еще там виднеется Васильевский мост он же мост лебедь который слева выходит в начало улицы Горького а направо улица вторая пушкарная это габионы мешки из проволоки заполненные камнями для укрепления берега габионы 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 древние древние я их с детства помню они в мою память навсегда врезались как часть древнего мира который плавно слился с нашим миром современным его можно и потрогать и кусочек домой унести и похлопать и побродить поснимать осадочные породы древние мне это особенно вот как-то дорого потому что у нас был дом деревни большой фоминки там тоже там левый берег орлика ой оки он тоже открыт были вот эти отложения из этих камней был амбар сделан моего дедушки то есть вообще делают сарай амбар дома какие-то хозяйственные постройки раньше делали из такого да у нас собственно и каменолом есть в орле там наверное этот известняк и добывался для постройки зданий разных фундаментов может быть одним словом очень приятно мне смотреть на это все и что в будущем здесь будет такая дорожка с одной стороны современная плитка с другой стороны известняковое отложение скалы на шаровске а это металлическая лестница установлена взамен советской лестнице 1950-х годов которую я снимал можете вести запрос дмитрий из орла железная лестница я ее неоднократно снимал так что я успел ее запечатлеть в своих роликах ну собственно и все что я хотел снять я снял а снимал я ремонт сейчас я пойду на улицу горького там магазинчик в один пятерочка нас вот такого щедрена можно попробовать по горам залезть но неохота что-то у меня лестнику да потому что и так все хорошо ролик снял все нормально ролик яркий красивый рассказал что хотел по регламенту выкладки роликов вот Бутийскина гора я снял недавно режет ролик и вот вверху этого места и там над спорткомплексом труды тоже снял единственное что я могу сделать это снять хоккейный корт здесь у меня есть некоторые так сказать загвоздка сознания что я вот показывал корт там раздевалки на корте там воспоминания а сам корт то я не снял поскольку стоял над кортом поэтому давайте-ка сейчас я пройду до корта до этого хоккейного и сниму его чтобы была какая-то связь так сказать логическая и тогда уже с сознанием выполненного долга я закончу ролик мост Васильевский в моем детстве здесь стоял деревянный мостик где-то вот тут наверное и я тут купался помню втором классе перед школой искупался перед школой пошел в школу замечательно или не во втором нет не во втором наверно в классе восьмом перед школой искупался не помню в каком я классе тут купался я тут по сути частенько купался но был такой инцидент казус такой иду в школу да искупаюсь перед школой искупался пошел в школу быстренько так искупался пошел также был такой случай после школы пошли на подвесной мост где утки плавают и там купались но это уже после школы в компании тут я как-то один захотел искупаться искупался то что началь сентября бывает нас очень теплые денечки ну собственно вот начало улице горького и васильевский мост спорткомплекс труд я вот читал когда это здание было построено она была 1950 каком-то году построен 55 может 50 не знаю было немножко другим но вот сейчас вот такой как это там веранда была или вышка не помню но одним словом одно из моих самых любимых зданий в орле вот она и здесь моржи купались рот делали на на крещение тысячные годы вот порожки по которым можно в реку сайте если что в общем место прекрасное там росли высокие деревья сейчас вырезали раньше это называлось правый берег орлика сейчас набережная есенина а это задание вообще не изменилось это говорится хорошо ветерок только приятный охлаждающий но не холодный ну смотрите какая чистенькая водичка прямо с удовольствием опа парочка твикс сладкая парочка чуть-то они попой к попе сидят поссорились что-ли что это вы так сидите то автономненько хотя не он селезень смотрит твою сторону так что думаю все нормально просто отдыхают они вот видите достаточно чистая вода ладно парочка пока не руетесь что ругаться все свои все родные а кстати мне понравился один священник говорил это кто не помню олег стеняев говорит надо к этому миру относиться как трубанить все находимся в больные они же не ругаются типа ты там ходишь плохо ты там допустим недержание у тебя чего-нибудь мы в этом мере кто-то злится на кого-то ночью на них мы все больные духовно боль не взять над физически духовно больные на исправление поэтому кто более здоровый ну чё злится на тех кто к учету там не так ну что воспитанник клавдина умного я как-то не очень читать читабельно все это будет смотреть какие-то буквы переливающиеся из этих воспитанников лично я знал знаю перелыгин эдуард который учился в моей школе ваш меня вот спортивный такой парень ходил с хорошей осанкой я и после его видел он кстати есть в контакте его странице можете зайти пообщаться чемпион наш орловский известный знаменитость но к сожалению со здоровьем не очень хорошо сейчас поэтому можете помочь если что так ну вот собственно вот это веранда к где мы бегали отдыхали от солнца воспитатели крупа продлёдного дня я занимался линию где-то школ при школьном лагере в обуву при школьном лагере и мы тут бегали вот поэтому старинному асфальту воспитатели там в тени сидели но и кто-то тоже в тени сидел вот это веранда к переодевалка место так сказать для переодевания хоккеистов очень хорошо шоу стояла тоже так вообще пару лет назад я видел сюда пускали группу зумба занималась танцами женщины сейчас закрыт порт надо будет откроет вообще прекрасное место это замечательно я рад что прогулялся снял для вас тот ролик если понравился троллику а там вот по 7 ноября вот там я и ходил там крыжовник вот в этом доме не в следующем галерея дышленко общем такие места и вот там где-то лестница это развалившаяся в повезло сейчас встретился мне руководитель этого замечательного спортивного объекта и рассказал мне что раньше уровень воды в этом месте был выше поскольку плотина не было т.д. а была плотина мельничная где туркиневский мост и поэтому уровень воды был несколько выше и также мне рассказал что до войны здесь была база лыжная и база водников то есть на лодках плавали спортсмены и в какие-то времена было даже соревнований 180 лодок он сказал было то есть место это спортивное уже лет сто база водников и база лыжников но здание это 50-х годов а насколько я знаю читал где-то а до войны здесь была общем серьезная база такая но сожгли все и лодки чтобы таскать немцам не досталось а так вообще здесь много разных видов спорта было всегда и у какое дерево и место это общем спортивное прекрасное и замечательное так ну что вот короче я закончил ролик если вам понравился этот ролик поставьте лайк напишите комментарий может быть какие-то воспоминания тоже личные еще тут портрет ленина говорит висел он сохранился да ибо и часы и часы на башне были подобные тем часам которые на площади ленина у нас круглые такие на доме вот пишите комментарии воспоминания также можете подписаться на мой канал и также можете пополнить баланс моего сотого телефона мегафон 8 920 800 89 20 на услуги связи звонки смс интернет ветер куда-то делся вообще прекрасная погода спасибо вам за просмотр до новых встреч